Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Очень рада вас приветствовать. Сегодня в этом видео будем тестировать робот-пылесос фирмы Starwind. Получила я его для обзора. Сегодня будет честное тестирование. В преддверии нового года я очень надеюсь, что это видео окажется для вас полезным. Вдруг кто-то задумывается о приобретении такой бытовой техники для себя лично, либо может быть кому-то в подарок посмотрит мое видео и примет решение, вообще нужен ли ему этот робот-пылесос, на что он способен увидеть из этого видео, то что ему не по силам. Поэтому, друзья, я как всегда надеюсь, что мое видео окажется для вас интересным и самое главное полезным. Всем вам желаю приятного просмотра! Итак, друзья, перед вами робот-пылесос с управлением через мобильное приложение. Это фирма Starwind. Моя модель называется SRV7550. Этот робот-пылесос предназначен для сухой и влажной уборки. Мощность его 30 Вт и время непрерывной работы до 150 минут. В комплектацию входит зарядная станция, пылесборник, щетка для его очистки, зарядка, боковые щетки, пульт, сменный фильтр, есть контейнер для воды и инструкция на русском языке, прочитав которую, сразу же перехожу к тестированию. Обращаю ваше внимание в первую очередь на то, что пылесос двигается зигзагообразно, не хаотично, поэтому чистит он очень тщательно. И благодаря тому, что двигается он последовательно, уборку он делает очень быстро. Дальше проверим, как он собирает крупный мусор. У меня на полу гречка. Конечно, крайне редко у нас на полу бывает столько крупного мусора, но тем не менее, пылесос с легкостью справляется со своей задачей. Здесь, если у вас скопление крупного мусора в одном месте, можно поставить точечный режим. Тогда пылесос по кругу все до скрипа очистит. Идеально, друзья, этот робот прочищает все углы, благодаря своим длинным боковым щеточкам. Показываю вид сверху, как он работает. Смотрите, везде, где он может проникнуть. То есть сейчас вот он проехал под батареей, он подъезжает, прочищает, после него нет ни пыли, ни грязи. У робота пылесоса 4 режима. Сейчас он работает в режиме локальной уборки, то есть он убирает сильно загрязненное место площадью 1 квадратный метр. Чистит все до скрипа. Также есть режим, который называется по периметру. Он уже удаляет всю грязь вдоль стен, вдоль плинтусов. Обычно этим режимом я пользуюсь после того, как пылесос прибрал все открытое пространство. Так как на корпусе пылесоса всего одна сенсорная кнопка, включить и выключить, поэтому все свои действия он оповещает звуковым сигналом. Сейчас он закончил работу и едет на базу для подзарядки. Управляю пылесосом не только через пульт, но и через мобильное приложение. Сейчас я пылесос включила и он построит карту помещений и сохранит ее в памяти. В следующий раз, когда я включу автоматическую уборку, и если у меня в комнате что-то поменялось, то он скорректирует карту в соответствии с меняющейся обстановкой. Мне кажется, это очень удобно. Также я установила график уборки. Пылесос каждое утро без напоминаний в одно и то же время начинает свою работу. Помимо сухой уборки можно сделать влажную. Наливаю воду в контейнер, объем контейнера 300 миллилитров. И через пульт управляю пылесосом. Включила его, также через пульт можно менять режимы. Сейчас у меня локальный режим, затем переключу на зигзагообразный режим. После уборки таким пылесосом в квартире идеально чисто, удаляется весь мусор, грязь, пыль, плюс еще делается влажная уборка. И небольшой важный момент. Этот пылесос не делает одновременно влажную и сухую уборку. Здесь два контейнера. Один контейнер с фильтрами для сухой уборки, и второй контейнер с голубой тряпочкой. Это уже для влажной уборки. Все легко заменяется, моется. Вообще в обслуживании очень просто этот пылесос. Кстати, так же как и в управлении. Управлять, как я уже сказала, можно через пульт, можно через мобильное приложение. То есть, находясь, например, в другом городе, вы легко заставите свой пылесос работать. Друзья, на этом буду заканчивать свой обзор. Робот-пылесос мне очень понравился. Говорю вам абсолютно честно, после его уборки в квартире реально чисто. Работает он исправно. За неделю тестирования нигде он не сбился, нигде не ошибся. Все чистил идеально, идеально до скрипа. Вообще без проблем, без путаниц возвращается на базу. Это тоже огромный плюс. Не нужно его брать на руки, нести к базе, чтобы он встал, подзарядился. То есть, он легко управляемый. Надеюсь, что мой обзор кому-то поможет с выбором, кому-то поможет с покупкой. Если присматриваете покупку такой бытовой техники, эту модель я бы вам порекомендовала. Больше информации оставлю в инфобоксе. Заглядывайте туда. Вам, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока!